Дай почитать. Дай почитать. Книга включает пять глав, без малого 600 страниц, поверх заборов, лауреаты, аллея классиков, дом творчества, предполагаем жить и охватывает многие встречи, разговоры, впечатления, эпизоды, судьбы, слухи о литературной и окололитературной среде. Но не случайно автор определяет жанр книги как роман частной жизни. Это не документально-историческая или литературно-критическая работа. Все же исключительно субъективная, поэтому не совсем достоверная. Любопытная, но неоднозначная. Точнее, с позиции Александра Нилина все ясно, но неправдиво. Конечно, мемуарная литература много привлекает и многим интересно. Но лично я предпочитаю больше биографическую литературу, более объективную и взвешенную. Читать переделки на поверх заборов было любопытно, но в какой-то момент создалось стойкое представление о закрытости и клановости. Не литературной, а именно окололитературной среды. Дети, внуки, их жены, племянники и так далее. Остался не очень приятный осадок после едких комментариев автора об Александре Фадееве, вечно присмыкавшемся якобы, и в сущности, кроме двух вещей, ничего не сделавшего и не написавшего. О Корней Чуковском, таком домашнем тиране. Про Валентина Катаева так и вовсе он преуспевал бы при любом социальном строе. И многие нелицеприятные замечания автора. Больше комплементарности в воспоминаниях о Сергее Смирнове, авторе «Брестской крепости», с которым дружил его отец. Но что я узнала, так это то, что Александр Нилин, второй муж моего любимого литературного критика Натальи Ивановой, 16+. Дай почитать.